День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. В Рижском спортивном комплексе «Гридзинкаунс» открывается 14-й сезон молодежного движения уличного спорта и культуры «Гетто Геймс». И мы по этому поводу хотели бы узнать о том, что приготовлено, какие запланированы мероприятия, когда, где можно принимать в них участие в качестве, не знаю, там, зрителей или участника. Это все мы узнаем у лидера движения спортивного «Гетто Геймс» Раймонд Албакян с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Раймонд. Здравствуйте, всем слушателям. Да, завтра готовимся к большому дню после пандемии. Это первый год, когда такое нормальное официальное открытие сезона. Несмотря на то, что раньше, мы всегда начинали 13 мая и надеемся, что и в следующем году, в 23-м, сможем начать 13 мая, чтобы придерживаться традициям, потому что у них особенно, я думаю, все-таки силы. И в этом году мы только что проехали Евролигу, начиная от Рима, заканчивая, то есть Рим, Хорватия, потом были Венгрии, Чехии, проехали 10 стран, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Берлин, Варшава, Вильнюс и финал будет в Риге. Но в эту среду, на открытии сезона, мы еще разыграем три путевки на финал Евролиги по геттофутболу. Это у нас такое большое событие. Смотрим, что погоду показывает у нас очень латвийскую летом. То есть планируется, наверное, дождь, но нашим командам не привыкать. У них особенно большой опыт играть. Они, в принципе, играют 50 на 50, дождь и солнце. Так что будет очень хороший отбор, но такое, я бы сказал, мероприятие, на которое бы, кроме того, что завтра у нас открытая сезона, но обязательно надо прийти еще и 8 июня, когда будет суперфинал самой Евролиги, потому что там соберутся лучшие уличные футболисты со всей Европы. Ну, то есть для, наверное, людей, которые меньше следуют уличному футболу. То есть это ребята, у которых по миллиону подписчиков в Инстаграмах, которые очень-очень популярны, у них очень высокие скиллз, ну, то есть умение, умение, навыки. Раймут, а вот каким образом удалось сделать так, чтобы финал прошел в Лиге? Что это значит? Ну, как признание каких-то... На самом деле, нет, на самом деле это был европейский проект, который мы писали еще до пандемии, с достаточно большим финансированием от Европейского парламента. И мы ехали, то есть этот тур был именно на основе этого финансирования. Ну и понятно, что наша идея максимально продвинуть именно нашу латвийскую культуру уличного спорта. И скажу честно, что вполне, если скажу, что наш проект на европейской арене, и, наверное, даже на мировой, более чем на высоком уровне, то не совру. Потому что, ну, у нас... Ну, наверное, и в прошлом году баскетболисты доказали, что все-таки что-то мы когда-то делали правильно и продолжаем делать, и надеемся, что наши футболисты тоже когда-то достигнут таких высот. Ну, не знаю, ли уличный футбол будет олимпийским видом спорта, но мы планируем уличный футбол создать именно видом спорта. Может быть, больше, как X Games, но это всегда идет параллельно. Как только мир увидит, что уличный футбол готов, так он сразу будет в Олимпиаде. Здорово. То есть получается, что финал 8 июня можно будет посмотреть, и еще даже будут несколько путевок, да? Вот можно будет посетить матчи, которые будут перед этим. Нет, то есть завтра у нас открытая сезона с футболом, там будут разыгрываться путевки, ну не путевки, а как тикет, чтобы попасть на финал Евролиги. То есть это у нас такой вот формат завтрашнего дня. Но после завтра продолжаем с баскетболом, в четверг мы будем уже в Далгопилсе с прекрасным проектом, называется «Гетто Геймс Карнивалс». И там будет 5 разных видов спорта. Баскетбол, футбол, флорбол, бои и танцы. И вечером заключительная часть «Хип-хоп батл», который всегда в Риге очень популярный. Приходит больше 2,5 тысяч людей, чтобы посмотреть его в прямом, ну или в лайве, как это называется. Да, ну живьем, живем. Уже непонятно. Живем, да, уже. Где онлайн, где лайв, все уже смыло вместе во время пандемии. Так что, да, Далгопилс будет очень интересный проект. Так что я думаю, если радиослушатели где-то будут в Латгалии, то обязательно стоит приехать и в субботу в Далгопилс. Я понимаю, что планы уже есть и на июль, там в Энспилсе тоже будет юбилейный фестиваль проходить. Это юбилейный фестиваль в Энспилсе, но до того еще в Валмире также с очень большим проектом. Давно у нас не было сотрудничества с Валмирой. И как бы в этом году мы размахнулись на тоже Гетто Геймс Карнивал. Карнивал – это у нас новый формат, то есть там разные выступления в масках и такое веселье. То есть, в принципе, как большой праздник города, но тематикой Гетто Геймс. Так что тем радиослушателям, которые, может быть, опять же, ближе где-то в Витзене, в Энспилсе, в Энспилсе, то обязательно объединить. И для родителей будет интересно, для детей будет интересно. И так же, как просто посетить город, потому что местный туризм очень развился во время пандемии. И очень много хороших и интересных мест открылось. Но параллельно, конечно, для молодежи, наверное, будет интереснее провести время именно на площадках Гетто. Каким образом попасть на эти мероприятия? То есть, будут ли распространяться билеты, где свободный вход, где платный? Формат Гетто вообще у нас все мероприятия для зрителей бесплатные. У нас в прошлом году и позапрошлом проходил Гетто Файт, был платный и был хип-хоп батл. Но это только потому, что во время пандемии у нас не было почти ни одного контракта с нашими партнерами. Это было буквально пару партнеров, которые были лояльны и понимали, что организация должна, я бы сказал, выживать каким-то образом. И те лояльные были вместе с нами. Но в целом это просто было из-за того, что не было вообще денег и надо было проводить эти мероприятия. Потому был платный вход. Но в будущем будем стараться, чтобы входа никогда не было. И, конечно, в регионах это происходит сотрудничать с местными муниципалитетами. И там даже местным игрокам участие в турнирах бесплатное. И в этом году, в отличие от многих других проектов, мы снизили участие. У нас раньше было 15 евро с команды, с четырех людей, детям до 16 лет. Сейчас это стало 10 евро. И взрослым это 20 евро с команды, где 4 человека. В принципе, это 5 евро, но на человека это взнос. Ну давай, отбилд и без макса, чтобы вообще играть. То есть я думаю, это очень символически. И я думаю, что это мы рассматриваем как символическую плату за участие. Учитывая, что главные призы у нас там поездки на матч Ла Лига по футболу. То есть в Испании там Мадридский Реал против Барселоны. И по баскетболу у нас главный приз поездка в Америку. Ну то есть там, я думаю, что есть смысл постараться и поучаствовать. Здорово. А вообще, есть ли какая-то статистика, сколько человек привлекает Гетто Геймс, вот это молодежное движение, сколько вовлечено в него? Каждый год участвует около 10 тысяч молодых людей. Это уникально, которые хоть один раз участвуют. Посмотрим сейчас после пандемии, потому что статистика спортшколы показывает, что убавилось на 30% участия. На самом деле это достаточно такое кризисное время, когда дети ушли не знаю куда, в интернет, наверное, в телефоны, в интернет. Видеогейминг очень популярен стал, да. И этот год нам покажет, куда мы пришли после пандемии, когда нельзя было там заниматься спортом, когда в школах, ну не знаю, школьная система, не знаю, не собирались и не выходили на улицах тренироваться и так далее, и так далее. Так что, на самом деле, это уже такой достаточно тяжелый разговор. И о нем не говорят, но это очень тяжелый разговор. И, конечно, в будущем, я думаю, что это сильно отразится на целостности, на здоровье всей нации. Так что там надо что-то думать, и надо что-то не только думать, но надо и делать. Потому что сейчас пока что власти как бы закрывают на это глаза, замывают все войной об Украине и высокими газовыми ценами и так далее. Но что есть страна, что есть нация, это есть народ, который в ней живет. Без здоровьем мы никуда... Я не говорю, что Гетто это все спасет. Это должна быть системная работа. И мы не можем пропускать ни дня для молодых людей, чтобы они не занимались физическими активностями, при том, что мы и так сидим все время в телефонах и возле компьютера. А если говорить про молодых людей, действительно, какая роль Гетто Геймс в подготовке, например, спортсменов, которые уже 14 лет, которые представляют Латвию вообще в мире, в спорте? Вы знаете, наверное, роль была такая, что предыдущий мэр города очень заметил наше движение, наверное, 9 лет назад. И достаточно активно начали строить уличные площадки для уличного спорта. И сегодня мы видим, что летом они полные. Гетто Геймс больше как мотивация, как маятник, к которому подтягиваются люди. То есть мы делаем мероприятия. Мы не проводим тренировки каждый день, но мы проводим мероприятия, на которых молодые люди хотят участвовать, побеждать и достигать все лучшего результата. А чтобы достигать все лучшего результата, им просто приходится тренироваться. Так что не в каждой стране такое есть. Я бы сказал, что, наверное, Латы в таком количестве на душу населения мероприятия, в которых разыгрываются хорошие призы, где есть сценарии, где есть ведущие, где есть лучшие диджеи и так далее. Но такого точно могу сказать, что нигде в мире пока что я не видел. Я бы хотел увидеть и, может быть, чего-то там поучиться, научиться. Есть пару больших мероприятий с огромными бюджетами во Франции, в Москве. Ну, где-то еще по миру сейчас баскетбол 3х3 развивается. Но в баскетболе 3х3 участвует ровно 16 команд в одном турнире. И они все полупрофессионалы, те, которым не получилось играть в NBA и не получилось играть в Евролигах. И они играют в баскетбол 3х3. То есть те, которые больше в спорте, они лучше это понимают и могут разобраться в этом. Но мы про массовый спорт. Мы про то, чтобы каждый мог прийти и с другом принять участие. И померить, где он вообще находится. Он там может выйти из группы, не может выйти из группы. У нас всегда делаются очень большие группы. Там по 6-7-8 команд. Чтобы человек, если пришел на турнир, чтобы он минимум получил 5 до 7 игр. Это в групповом этапе. Потом, когда он выходит в плей-офф, чтобы выиграть турнир гетто-футбола, ты должен выиграть 12 игр за вечер. Ну, они по 6 минут. Но это очень сложно. Я сам играл еще пару лет назад в баскетбол. И те пару раз, когда я с хорошими ребятами вместе играл, я доходил до полуфинала, я в следующий день встать не могу. Потому что это очень-очень тяжело. И когда мы говорим про наших олимпийцев, то для них это была прекрасная платформа, где подготовиться к этой мировой элите, чтобы они могли играть. И потому что они иногда втроем могут выиграть турнир. И никто другой такой результат никогда не показывал. И еще вот одна деталь, на которую все время я тоже обращаю внимание, то, что Гетто Геймс – это не только Рига, это вся Латвия. И вот каким образом вам удается, ну вот сознательно, обычно всегда ругают, что говорят, ну, конечно, это все сконцентрировано только в столице. Вот как подтянуть эти регионы, чтобы молодежь из регионов тоже участвовала? Ну, на самом деле ситуация насчет регионов, поскольку, ну, это уже 14 сезон, все-таки, ну, 13 лет опыта, и раньше в регионах было больше детей. Это факт, да. То есть так или иначе, когда мы приезжаем на праздники города, мы приводим за собой некую аудиторию. Ну, то есть, наверное, потому и муниципалитет с нами сотрудничает. Но мы зимой ездим по школам, рассказываем, показываем о возможностях, чем вообще можно заниматься в Гетто Геймс. То есть это уличный футбол, уличный баскетбол, флорбол, уличные танцы, и также и Гетто Файт, бои. И мы постоянно проводим, ну, можно сказать, такую как мотивационную часть, плюс, ну, то есть рекламу самого проекта. Потому что если кому-то кажется, что можно так свистнуть, и все прибегут, это не так работает. Это ты должен быть в постоянном контакте со своей аудиторией. Те, которые знают про блогеров, то так или иначе, мы тоже в своей отрасли являемся, в принципе, такими как блогерами, которые постоянно в социальных сетях имеют связь с молодежью. И, ну, тогда возможно их собрать. И регионы для нас всегда очень важны, потому что, если говорить про какие-то социальные проблемы, которые... Чем вообще начался проект? Проект начался тем, что мы хотели давать возможность ребятам на улицах, которые, может быть, там бродили и ходили. Тогда еще не было... Тогда еще были Нокии, там Смейку так долго, ты не будешь играть. А сейчас уже, ну, раньше у нас борьба была с уличной жизнью, а сейчас у нас, в принципе, борьба идет с мобильными телефонами. То есть, как отвлечь ребенка... Потому что, ну, даже там у меня в семье ребенок, у которого моментами... Скрин тайм, который это время на экране, 8 часов в день. 8 часов в день. И это, ну, как только ты его не гонишь из-под палки, ну, я не говорю про какую-то физическую агрессию, но ты не занимаешься ребенком, он может дойти до 8, 9 и 10 часов скрин тайма на телефоне. Ну, вы понимаете, это так или иначе. Мы можем говорить про новый мир, про программирование, про развитие в этой отрасли, но надо понимать, что... Ну, еще надо в туалет сходить, еще надо покушать, еще надо, ну, как-то пожить на этом свете. И, ну, то есть, не может человек 10 часов в день сидеть в телефоне, но статистика показывает, что может. И для этого не надо, чтобы те родители были очень богатые, и очень занятые. Хватает просто в самой простой семье дать шестой-седьмой айфон, который сегодня стоит, может, 50 евро, и он туда, он может там пропасть. Так что наша основная сегодня борьба – это сделать настолько интересный контент, чтобы победить миллиардные компании, которые делают очень хорошие видеоигры на мобильных телефонах. – Да, желаем вам, конечно, в этом удачи. И еще, наверное, ну, одна очень важная грань, вот, Гетто Геймс – это реальная интеграция, потому что ведь здорово, когда абсолютно все подростки, ну, в одной команде, они могут почувствовать, в общем-то, ну, себя в едином процессе. – Ну, у нас, поскольку у меня, наверное, семь разных кровей, то я как лидер движения, то есть у нас интеграция и национальная, и социальная, то есть это наши два основных пункта, что мы не делимся ни по религиям, ни по национальностям, ни по кошельку, то есть ты выходишь на площадку, и у нас есть такой слонган «Bring your game, not your name», то есть не важно, кто ты и как тебя зовут, важно, чтобы ты показал скилл своей игры, и также всегда старшие должны уважать и помогать младшим. Открытый удар на Гетто – это пожизненная дисквалификация. У нас за 14-13 лет два таких случая, когда были драки, и мы играем без судей, и за 13 лет у нас две драки. Так что, я думаю, статистика у нас очень хорошая, при том эти люди, которые сегодня, может быть, не играют, и в тот раз сорвались, они все равно остаются в комьюнити, они все равно с нами общаются, приходят на мероприятия, но не могут играть. И все люди это знают, и очень ответственно к этому и с уважением, наверное, относятся, потому что там очень много ребят, которые, я думаю, часто дерутся где-то в жизни, в ситуациях, но когда они приходят на Гризин Каунс, на площадку, я бы сказал, что ребята себя ведут более чем достоинно, более чем достоинно. Ругаться матом нельзя, драться нельзя, то есть ты должен просто собраться на тот момент, когда ты приходишь, и твоя задача – победить на турнире или просто достойно сыграть. Ну что же, действительно хочется пожелать вам успехов, и завтра я еще раз напомню, что в Гризин Каунсе открывается 14-й сезон молодежного движения уличного спорта и культуры «Гетто Геймс», и будут очень много мероприятий запланировано в этом сезоне. Следите, кстати, где можно следить за программой мероприятий? Ну, поскольку люди больше все-таки в социальных сетях находятся, то, конечно, это Инстаграм, в ТикТоке больше будут какие-то шутки и приключения. Конечно, на нашем сайте getto.lv вся информация. Если вдруг когда-то чего-то не можете найти или можете директ писать на любой аккаунт в Инстаграме или же в Фейсбуке, ну, нас там очень много, и, в принципе, вся команда может ответить на любой вопрос. Раймонд Элбакиан, лидер спортивного движения «Гетто Геймс», сегодня был с нами на прямой связи. Спасибо огромное, удачи вам, хорошего сезона, успехов и хорошего дня. Вам тоже большое спасибо, что дали возможность поделиться новостями. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Радио Болтком.